Привет, ребята! В этом выпуске я собираюсь показать вам, почему многие древние храмы окружены рвами. Например, вы можете взять Ангкор Ват, который является самым большим индуистским храмом в мире, и он полностью окружен водой со всех четырех сторон. Вы можете взять великий храм Брихадисвара в Танджавуре, и вы также можете увидеть водоем вокруг него. Многие древние храмы спроектированы именно таким образом. И сейчас у вас должен возникнуть серьезный вопрос. Ведь ров по определению является защитным механизмом. Он защищает людей внутри его периметра. Если вы посмотрите в Википедии, там написано «Исторически обеспечить структуру предварительной линии обороны». Рвы обычно используются в замках, чтобы враги не могли легко атаковать их. Но ведь это храмы, это места поклонения, а не замки и не крепости. В этих храмах не живут ни короли, ни простые люди. Так зачем были нужны рвы? Археологи и историки уже давно разгадали эту загадку. Давайте заглянем в раздел «План Ангкор Вата» в Википедии. Храм представляет собой изображение горы Меру. Согласно индуистской мифологии, это дом богов. Центральный блок башен символизирует пять пиков горы. А стены и ров символизируют окружающие горные хребты и океан. Тут ясно сказано, что ров был всего лишь изображением моря, окружающего мифическую гору Меру. Итак, вы можете видеть, что древние индусы строили эти сложные структуры, кстати, длиной в милю, просто чтобы имитировать воображаемую гору под названием Меру. А если вы индус, то знаете, что Господь Вишну всегда будет спать посреди молочного моря. Таким образом, ров должно быть был абсолютным требованием. В храме Ангкор Ват есть даже огромная резьба, изображающая взбивание молочного моря. Понимаете? Так думали древние строители. У них были глубокие суеверные убеждения. И чтобы воплотить эти мифы в реальность, чтобы воплотить свои фантазии в реальность, они приложили большие усилия. Вот почему они построили этот массивный ров. Чтобы Господь Вишну мог обитать в молочном море. Если вы верите в эту теорию, вы принадлежите к мейнстриму. Такого рода теории неоднократно упоминаются в учебниках истории, Википедии и телепередачах. Это звучит почти реалистично. Но на самом деле это фактически унижает древних строителей. Почему? Потому что предполагается, что тот, кто построил этот гигантский ров, построил его не по научным причинам. Дело в том, что кто бы не построил самое большое религиозное сооружение в мире, был вовсе не ненаучным. Конечно, никто не спрашивает. Если храмы, посвященные Господу Вишну, нуждались в рвах, чтобы символизировать молочное море, то почему храмы, посвященные Господу Шиве, такие как храм Бриха Дисвара, также окружены рвами? А как насчет пирамиды Кохкер? Это тоже древняя индуистская пирамида. Почему она была спроектирована со рвом? Сегодня я собираюсь продемонстрировать, почему на самом деле были построены эти рвы. Для этого я пришел в древний город Махабалипурам. Это очаровательное место со многими древними храмами. Но секрет не в храмах, секрет кроется в пляже. Где этот стержень будет стоять крепче? Если я возьму этот стержень и воткну его в сухой песок, будет ли он стоять твердо? Или если я возьму этот стержень, подойду сюда и воткну его в песок, в котором много влаги? Будет ли он стоять твердо в этом песке? Как вы думаете? Где стержень будет стоять прочнее? Наверняка у вас был этот момент. Это похоже на магию, не так ли? Как только я раскрыл секрет, это стало звучать очевидно. Вот что такое древняя мудрость. Ответ находится прямо перед вашими глазами. Он все время прячется у всех на виду. Но парадокс в том, что для того, чтобы понять науку, стоящую за древней мудростью, сначала нужно поверить, что древние строители делали все с научной точки зрения. Вы должны избавиться от предубеждения, что древние храмы были построены кучей суеверных людей, которые просто строили сооружения для случайных ритуалов. И это не сознательная мысль, а глубоко укоренившееся подсознательное убеждение, которое подсознательно навязывается не только книгами по истории, но и самим обществом. Причина строительства рва или водоема рядом с храмом заключается в том, что некоторые типы почвы требуют постоянной влажности, чтобы прочно удерживать конструкции. На самом деле, в случае с храмом Брихадисвара, археологи даже нашли надписи о том, что древние строители перед началом строительства провели обширные испытания почвы. И так им нужна вода, чтобы увлажнить почву. Сегодня у архитекторов и инженеров-строителей для этого есть отдельный термин. Они называют это ОСВ, оптимальное содержание влаги. А теперь задумайтесь, почему многие древние храмы строили собственными резервуарами для воды. В древних храмах есть огромные водоемы. Некоторые из них чрезвычайно красивы и богато украшены. Книги по истории Википедия будут делать поверхностные заявления о том, что вода очень важна для индуистских ритуалов, духовного очищения и так далее. Но древние архитекторы убили двух зайцев одним выстрелом, установив эти храмовые резервуары. С одной стороны, они следили за тем, чтобы вода не слишком сильно застаивалась вокруг основных конструкций, что также может ослабить храм. Они позаботились о том, чтобы дождевая вода, падающая на конструкции, не застаивалась там, а направлялась в резервуар. С другой стороны, храмовый резервуар будет непрерывно, но медленно увлажнять почву, сохраняя твердость основания храма. На самом деле, строители Ангкорвата приложили огромные усилия, направляя воду издалека, чтобы заполнить ров вокруг храма. Когда европейцы впервые исследовали древние индуистские храмы, они были удивлены, увидев эти водоемы. Но надо понимать, что сравнивать их они могли только с тем, что было у них в Европе. Многие европейские замки были окружены рвами, которые были созданы для защиты. Европейцы жили в состоянии постоянной войны. На самом деле, даже города были построены со рвами. Поэтому они просто предположили, что эти индуистские храмы также были построены с защитными рвами. До сегодняшнего дня не было придумано ни одного английского слова для водоемов вокруг этих храмов, потому что археологи никогда не пытались понять, зачем они были созданы. Это вовсе не рвы, и созданы они не для обороны, а для того, чтобы обеспечить прочную почву, и чтобы храм простоял долго. Нам осталось только придумать новое слово для этого. Пишите ваши идеи в комментариях. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр! Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студий Elmucon.